Альбина Шауа Таймураз Бабухади, старший тренер по греко-римской борьбе. Также Беслан Махов, президент спортивного клуба «Мамлюк» и Ислам Шанов, победитель первенства Европы по греко-римской борьбе. Добрый день, дорогие гости. Начнем с Таймураза Шакровича. Расскажите, пожалуйста, Ислам недавно стал победителем первенства Европы. Значимость этой награды для вас, вы его тренируете уже на протяжении многих лет. Какая была реакция на такую новость? Ну, я это очень долго ждал на это соревнование, потому что Ислам уже два раза выиграл, первенства Россия. И уже он подготовил, что уже на Европу поехать, и там тоже бороться хорошо. Ну, я тоже с ним вместе присутствовал на сборах. Я наблюдал его тренировки, и у него чуть-чуть вес, он койдет, эти проверял, и потом, когда уже объявляли состав, Ислам мне сказал, я выиграю это соревнование и приду. Так что обиждал на эту Европу. И он свои обещания обижал, сделал и приехал победителем. Я очень рад. Ну, я надеюсь, это не только на это остановить. Надо еще вперед идти, первенство мира, еще у него переход есть сейчас в другие возраст. И вот этот возраст дойти хорошо, и на это соревнование, что он подготовился хорошо, и выступал очень, как сейчас выступал на Европу. Он ни одной боли никому не давал, и посрочно все доверил все схватки. Ну да, действительно, обещания ты свое выполнил, плюс еще и схватки, ну, ты... Противники твои, ну, действительно, ты был на голову их сильней, особенно вот в финале ты выиграл Асимишвазь 8-0, или даже больше грузинского оппонента. А вот, Ислан, расскажите, вот вы тоже как восприняли тоже эту информацию, как поздравили, когда вот Ислама, как... Как? Ну, мы все всегда же наблюдаем же за этим все, всегда как-то смотрим, он должен на этих сборах быть, там выиграть, вот так-то, так-то. Планировали, что так и будет. И то, что Исламчик оправдал наши ожидания, тоже, конечно, обрадовало. Но мы все этого ждали, потому что мы знали, насколько он превосходит, и на России боролся, в принципе, все сильные борцы сосредоточены в России. Когда ты Россию выигрываешь, тебе легче уже и на Европе, и на мире бороться. И поэтому ожидаемо все было. Ну вот, предполагали, что да, будет золото. А вообще, вот каждый раз, когда приезжают вот ребята, и тэквондисты, и борцы вот из вашей школы, из вашего спортивного клуба, вы всегда вот так вот ярко встречаете ребят, призеров. Откуда вообще появилась такая традиция? Я знаю, что вы давно это делаете. Да, мы это уже давно делаем, уже в традицию превратили это все. Ну, все как-то по-разному встречают. Кто-то на границе встречает, кто-то. Ну, у нас свой родной клуб есть, и все там стартуют, и на соревнованиях приезжают обратно. Поэтому мы решили, что лучше будет там нам. У нас же встречать спокойно в своей обстановке, родной обстановке. Так решили. Ну, да, действительно, всегда очень красивое действие, то, что и шарики, и вот хлопошки, и все вот родственники, тоже ребята, тренера, собираются очень... Ну, удобно так, да, удобно. Да, и очень все атмосферно происходит. От Ислам, ты приехал на соревнования, поехал на соревнования, вернее, вот первенство Европы, вот в качестве фаворита, да? Ну, расскажи, как для тебя они сами проходили, волновался ли ты перед выходом, все-таки первенство Европы? Ну, когда приехали, конечно, волнения были. Не знал уже, как они все борются, первый раз был на Европе. И перед первой сладкой, конечно же, волнения были. Ну, когда уже вышел на ковер, эти волнения уже отошли от меня, и пошел бой, выиграл. Да, каждую сладкую, перед каждой сладкой были волнения, потому что я не знал, как они борются. Но когда уже выходил на ковер, убирал эти волнения и боролся до конца. Ну, расскажи про своих противников, да? Вот ты говорил, что ты не всех особо вот прям знал досконально, своих противников. Ну, кто против тебя был, и насколько было сложно выступать? Ну, одна-вторая был самый такой серьезный голландец. Самый такой серьезный. И как вообще прошла эта схватка? Ты сам как? Ну, в основном мы толкались сначала. Я хотела руку у него забрать, но не получалось. И он пошел захват, и я его вот этот, ну, чуть... Перевел? Да, перевел, можно так сказать. И ее так вот кинул в два раза. Вот ты говорил еще тогда в интервью, когда мы приезжали, когда тебя встречали, что уровень российский выше. Вот действительно ли так, что... Как ты сам ощущаешь, вот европейский уровень, российский? То есть где тебе сложнее? Ну, сложнее точно на России было мне. На России мне более тяжелее было намного, чем на Европе. То есть, получается, вот, ну, для тебя вот по сложности первенство России было сложнее? Да. Вот, Тармас Шакрович, вот, расскажите, как вообще вот тренируетесь, да, и перед такими серьезными стартами, как вот настраивать ребят, вот как вот перед первенство Европы? Ну, он уже на сборах уже подготовленный, пошел. Он уже готовил, или это соревнование. И это... Там на сборах тоже идет контрольные схватки идет, с кем-то они все тренера смотрят это все. Ну, он всех на выше, выше, в два раза больше. Ну, самый главный, один момент я хочу рассказать. Когда он в Европу боролся, он дошел до финала, а я тоже в Москве был, там ждали, пока он прилетит. И это... Там все друзья сидят, и это... Грузин встречаются. Да, родина, все, да, родина, Грузия. Я звонил его, и это... Говорит, ну, сейчас Грузин будет до конца. Все в комнате Грузины сидят. А эти Грузины свертутся. И чего? Ну, все равно он молодец, хорошо боролся с твоей обещанием, как я сказал, сделан. Сейчас, самое главное, у нас это будет Кубок России будет. Это в сентябре. Надо хорошо подготовить, бороться. И это новый состав будет, сборная Россия на этот Кубок России. То есть новые ребята будут попадать туда? Да, да. Это уже... Он уже тоже вес будет менять. Чуть больше, да, вес будет сейчас выступать. Сейчас боролся 45-48 килограмм будет он бороться. И надо готовиться, что чуть-чуть набраться хорошо, и выступать очень... Надо первое место сделать. Первое место это... Никто не меняет. Не отменяет, да. Не отменяет. Да, ну, планку, планку надо держать. Да, план у нас такой есть. На дневного медвесе. И я сейчас... Он чуть-чуть отдыхает. Сейчас скоро начнет тренировок, и будем готовиться. Предлагаю вам посмотреть сюжет о том, как Ислам Шанов завоевал золото первенства Европы. Ислам Шанов завоевал первую в истории Карачао-Черкесии золотую медаль первенства Европы по греко-римской борьбе. Накануне спортсмен вернулся из Венгрии, показав уверенную борьбу и одолев соперников из Польши, Нидерландов и Грузии. Как встречали чемпиона на Малой Родине, смотрите в следующем сюжете. Вот так ярко встречает новоиспеченного чемпиона Ислама Шанова на Малой Родине. Борец вернулся из Венгрии золотой медалью первенства Европы по греко-римскому стилю. Мальчика переполняет эмоции, а с лица не сходит улыбка. Эта долгожданная победа стала для него пока самой ценной наградой. Впечатления прям огромные. Столько людей, столько народа здесь. Прям хорошо, по душе. На борцовском ковре развернулась настоящая спортивная драма. Во время выступления Ислам получил неприятную травму – перелом пальца. Это морально пошатнуло юного борца. Даже были мысли сниматься с соревнований. Но на кон было поставлено слишком много, чтобы так просто сдаться. И Шанов вместе с тренером приняли решение продолжить борьбу за победу. Получил травму. Было очень тяжело, болел сильно палец. Ещё была весогонка. Было очень тяжело. Вода уже это всё прошло. Заморозил палец, замотал и более лучше стало. А дома за Ислама болела вся его большая семья. За каждой схваткой юного борца следит его мама Лаура Шанова. Как самопреданный фанат, она переживает за сына и всегда интересуется его здоровьем. Конечно, радость. Переполняют чувства. Даже не удержалась, заплакала. А так, конечно, мы всей семьёй следим. У него три младших брата. Все они смотрели. Мы смотрели с мужем. Обязательно каждое соревнование мы смотрим за его успехами. Выступление Шанова в Венгрии по праву можно назвать блестящим. Мальчик с явным превосходством одолел своих соперников из Белоруссии, Польши, Венгрии и Нидерландов. А в финале оказался сильнее борца из Грузии. К тому же у нашего земляка уже накопился заметный спортивный бэкграунд. В прошлом году Ислам стал победителем международных спортивных игр «Дети Азии». Барикоинская борьба у нас является олимпийским видом спорта, очень сложным видом спорта, по которому не так просто выиграть, завоевать такие медали. Мы его от имени министерства, от имени всего спортивного сообщества поздравляем. Молодец так держать. Воспитал юного чемпиона легенда борьбы Таймурас Бабухадия. Более 10 лет тренер наставляет своего подопечного на самые разные старты. Большую лепту в результат Ислама внёс и директор спортшколы Беслан Махов, который всегда находится в тесной связи со всем тренерским составом. Не сейчас это всё было слеплено, оно начиналось. Сколько Ислам ты тренируешься? Десять лет, представьте себе, уже результаты пошли. Поэтому поздравляю водителей, дедушку, дядю, всех родственников. И я хотел ещё отдельно поблагодарить Минспорт наш, Центр спортивной подготовки. Теперь перед Исламом стоит задача посложнее – отобраться на первенство мира среди 17-летних борцов. У него есть все шансы стать самой яркой звездой в этой спортивной вселенной. После небольшой паузы возобновился чемпионат России по футболу в третьем дивизионе. Черкесский «Нарт», который сейчас уверенно лидирует в подгруппе, принимал на домашнем поле своего основного соперника – футбольный клумб «Ангушт» из Назрани. Как сложилась игра, расскажет мой коллега Эрнест Чуков. Перед началом встречи эксперты фаворитами считали футболистов черкесского «Нарта». За них говорило и то, что они в прекрасной физической форме. И у них потрясающая беспроигрышная серия, состоящая из девяти матчей. В пользу «Ангушта» говорило лишь то, что они изначально крайне неудобны для «Нарта» соперник. За всю историю между собой команды сыграли семь встреч. Из них лишь в одной игре победу одержал «Нарт», в одной игре была ничья и пять поражений у «Нарта». А единственная победа датируется этим годом, когда в матче первого круга «Нарт» выиграл в гостях со счетом 1-0. О том, что эта игра не станет для «Нарта» легкой прогулкой, было ясно с первых минут матча. Гости обрушили на хозяев поля свое главное оружие – сильный прессинг, из-под которого наши футболисты выходили с трудом. Отсюда и большое количество браков в передачах. Тем не менее, первый опасный момент в игре создали именно хозяева. Курочинов оказался в выгодной позиции, но не смог толком попасть по мячу. А вот гости свой первый по-настоящему опасный момент реализовали. Дальний заброс на нападающего защитники не успели, и наш голкипер Александр Дьяченко, спасая ситуацию, нарушает правила собственной штрафной. Желтая карточка и пенальти, который уверенно реализовал Магомед Гугуев. Буквально тут же, все тот же Курочина выкатил мяч под удар к Урдину, но с ударом нашего защитника с близкой дистанции блестяще справился вратарь гостей. А на 35-й минуте Ангушт удвоил счет. После подачи с фланга все тот же Гугуев оформил дубль. 0-2 после первого тайма и в раздевалке футболистов Нарта ждал серьезный разговор. То, что планировали в первом тайме, не выполняли полностью тренерскую установку. Плюс допустили две ошибки, готовились к этой игре с забросами. Плюс стандартные положения команды соперника. И, к сожалению, наверное, не услышали нас футболисты и допустили две ошибки и пропустили два гола. Причем у нас были неплохие подходы в первом тайме. После перерыва тренерский штаб хозяев внес коррективы в игру, проведя двойную замену. Нарт стал больше атаковать, меньше терять мяч. Гости защищались где-то умением, а где-то и количеством. Но по-настоящему опасных моментов не было. Однако чувствовалось, что Нарт ближе к голу. И на 52-й минуте затяжная атака хозяев увенчалась успехом. После очередного выноса мяч подхватил Григорий Торнов, прошел с ним несколько метров и за штрафной хлестка пробил в дальний для вратаря угол. Нарт побежал развивать успех, но гости за счет слаженной обороны выдержали этот натиск. В конце игры Нарт упростил игру и перешел на откровенный навал в надежде на высоких нападающих. Но футболисты из Ингушетии плотно опекали игроков и ошибок не допускали. Плюс старались всеми возможными способами, даже не совсем футбольными, затягивать время и сбивать атакующий ритм хозяев. Им это удалось и счет на табло больше не изменился. Домой футболисты Ангушта поедут в хорошем настроении. Вместе после победы какие могут быть? Хорошие, положительные. Играли против лидера. Важная, принципиальная игра, тем более первую игру, как знаете, проиграли дома. Ну, только положительные. Атмосфера тоже хорошая. Газон, хороший стадион, тоже болельщиков. Относительно очень нормально много было. Так что все нормально. Это первое поражение Нарта в турнире, поэтому футболистам непривычно испытывать именно такие эмоции. Но главное, они понимают, над чем нужно работать. Должны были играть в прессинг сегодня. Первые минуты чуть не получились у нас. Концентрация была чуть не такая, как всегда была. Не реализовали свои моменты полностью и не хватило просто эмоций. В следующую игру уже будем играть лучше. Ошиблись, наступились, ничего страшного. Будем исправлять следующие игры и также доказывать, что это была ошибка сегодня у нас. Футболистов я успокоил. В футболе и сам, будучи футболистом, много таких ситуаций было. Главное сейчас подумать в себе, всю информацию переварить и идти дальше, не останавливаться на месте, не вешать головы. Я всегда говорил, что игровые виды спорта, в частности футбол, каждый субботу, каждую игру можно отмазаться, не как в боксе, подрался и ждешь следующего боя полгода. У нас в каждую игру можно отмазаться и идти дальше. Это обидное поражение не сильно сказалось на турнирной таблице. Нарт по-прежнему уверенно лидирует. Свой следующий матч наши ребята проведут уже 5 августа в рамках четвертьфинала Кубка ЮФО СКФО. Нарт в гостях сыграет с футбольным клубом «Аполлония» из станицы Выселки. В последних числах июля в Самаре прошел всероссийский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Сергея Суркова, для участия в котором съехались более 250 борцов, которых смело можно назвать сильнейшими юниорами страны. В мастерстве и упорстве им не уступали и наши земляки, которые привезли домой с этого турнира одно серебро и две бронзы. С призерами и их тренерами по возвращению спортсменов домой встретилась наша съемочная группа. Соревнования позади очередная медаль у копилки побед, но это не повод расслабляться. Бронза, завоеванная на всероссийском турнире, лишь подстегнула Саида Кумукова к достижению новых целей. А мечтает он об олимпийском золоте. Юный чемпион понимает, что побеждает тот, кто трудолюбив, терпелив и у кого есть сила воли. К тому же прошедший турнир показал, что среди его сверстников немало достойных оппонентов. Были соперники из Дагестана, Москвы, Самарской области, Донецкой, Афганской области и многие другие. С кем был самый сложный поединок? Думаю, первая схватка с представителем Крыма. Тяжелая была схватка. Почему? Этот спортсмен являлся призером первенства России в прошлом году и тяжело с ним бороться. В турнире участвовали юниоры из самых борцовских регионов страны – Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, а также Приволжского и Сибирского федеральных округов. Традиционно соревнования в честь мастера спорта СССР Сергея Суркова собирают лучших спортсменов страны. Поэтому и борьба там всегда бескомпромиссная и напряжённая. Отрадно, что спортсменам из Карачао-Черкесии удалось достойно представить в Самаре свой регион. Медали в копилку сборной принёс и Муслим Туркменов. Он завоевал серебро в весовой категории до 45 килограммов. Ещё одним бронзовым призёром стал Умар Узденов. Тренер доволен результатом воспитанника. Ведь для юноши это первые соревнования подобного уровня. Они впервые вот такие соревнования чуть-чуть мандражируют. Ещё не привыкли на такие соревнования. Ну вот так, ну проиграл чеченца. Ну потом Дагестанин. Хороший пацан был тоже дагестанец, но он с ним боролся нормально. Ну вот этот разминался хорошо, но боролся нормально с ним. Ну потом он сам говорит, ну я спал, говорит, когда он прям делал. Ну насчёт опыта, да, вот так получается. Ну ничего, на следующие соревнования мы будем уже работать с теми ошибками, которые он проигрывает. Кроме обретённого опыта, наши борцы получили ещё массу положительных эмоций, познакомившись со своими кумирами. Ведь юных спортсменов поддержали приглашённые гости. Олимпийские чемпионы Хаджи Мурад, Магомедов, Саслан Рамонов, Давид Мусульбес, а также заслуженный тренер России Джамбулат Тедеев. Что примечательно, поездку на этот турнир интернациональной сборной из Карачао-Черкесии оплатили друзья тренеров по борцовскому ковру. Аркенов Руслан, это мы вместе боролись, вот, и Айса Далаев. Товарищи по борцовскому ковру. Да, 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 вот они нас и послали. Спасибо им большое. Хотя они скромные, не любят, чтобы про них говорили, но они действительно сделали очень такой хороший, благородный поступок. Нас 16 человек, мы полетели туда. Вот представляете, какие деньги потратили они. Но, честно, ребята получили колоссальный опыт, увидели очень серьёзный турнир. Конечно, эти юные чемпионы делают лишь первые шаги к вершине спортивного Олимпа. Впереди у них ещё долгий путь, и каким он будет, зависит исключительно от их трудолюбия и целеустремлённости. На мероприятии, когда мы были, вот, во время поздравления, там было Министерство физической культуры и спорта, плюс, вот, Центр спортивной подготовки. Да, вот, как, какая поддержка оказывается, вот, со стороны, вот, тоже, вот, Министерство, вот, Центр спортивной подготовки, вот, как поддерживают ребят? Ну, Министерство, ну, Центр спортивной подготовки, это фактически одна структура. И они сейчас все сборы, например, здесь, которые местные, мы готовимся на первенство России, на республики, они помогают, например, Среднегоре, когда надо делать, они делают, потом командировочные все оплачивают, они всегда помогают, даже помимо первенства России, и ещё на всероссийских турнирах помогают они. В общем, ну, и Ислам тоже там зарплату получает, вот, такая поддержка от них из ЦСП. Те, кто в сборной России попадают, уже первые, вторые, третьи места, они там получают зарплату. А со стороны города Черкесска, Томас Шакрович там работает тоже тренером, Томас Шакрович там получает зарплату в городе. Поэтому все с миру по ниточку, так сказать, все помогают. Ну, и мы тоже от клуба тоже всё, что возможно, делаем. Такая вот повсеместная, не только физическая поддержка, но ещё, пусть материальная. Вот, Ислам, расскажи ещё, вот ты на соревнованиях выступал с травмой, как вот ты всё-таки до конца дошёл с такой неприятной травмой, там, у тебя вот палец повредился, как так получилось вообще, что ты её получил и как ты дальше прошёл? Получил я, когда у нас гонка веса была, перед взвешиванием. С одним парнем стал, с нашим, в отработку, и кинул его, и оставил руку, и он упал спиной на палец. И пошевелить не мог. Потом пошёл к врачу, врач взял, чуть, типа, брызгал лёдом, и чуть лучше стало. Потом мне бинт на ночь поставили и лёг спать. Утром проснулся, всё равно палец опушил, сильно болит. И думали то, что либо сняться, либо продолжить, а с клятой продолжаем. И потом перед схватками постоянно заматывали палец и охлаждали лёдом. И так выходил. И не было такой боли. Терпимо было. Всё равно такой героический поступок. Всё-таки приступает травма. И даже не каждый взрослый сможет. И молодец, что он дошёл до конца. А вот вообще, сгонка веса, что это означает? Человек, который не особо понимает в борьбе. Как она происходит? Тебе нужно на 45, мне, например, 45 нужно было. А я весила 45, 500, 600. И у меня тяжело уходило. И приходилось вот так вот. За ночь не просто это 600 грамм уйдёт так. То, что уже и так плохо у меня уходило тогда, на то время. И приходилось тоже тренировки делать, чтобы вес ушёл. А то есть там вот прям вот грамм-грамм нужно? Ну, он ещё до этого вес держал. Плюс ещё вот этот остаток, то, что остался, оно вообще тяжело уходит. До этого сколько ты весил, Слан? 48, вот так вот. Даже ещё больше. Да, потому что ещё больше. До 45 довести. Мне кажется, очень такая сложная. Грамм нельзя больше, грамм. Надо 45. Да, но всегда, знаете, как бывает. Питание уже надо корректировать, мучное исключать, которое тебе вес будет прибавлять. Тоже терпение нужно. Ну, Томан Шакрович уже научил своих учеников дисциплине. Они уже научены, уже они даже малыши держат. Один раз такой был случай, мы, это какой-то турнир, российский турнир был. И он за выход финал выиграл, финал надо бороться. И у него что-то палец сломал. А его взяли, это, скорый взяли, пришёл, гипсом. Я чуть с ума не сошёл. Взял ножницу и иди, он бороться. Идоровый. А что, у тебя прям какой-то перелом? Это терпение, да, должна спортсмен терпеть всё. До конца надо идти, потом всё будем лечить. Вот, Томан Шакрович, расскажите, пожалуйста, вот как пришёл вот в секцию «Ислам». Знаю, что он изначально должен был на лёгкую, ой, не на лёгкую атлетику, на гимнастику идти. Вот помните ли вы первые вот месяцы, когда вот ты начал тренироваться? Они маленькие были, когда пришли, начали заниматься. У меня его возраст, четвером были. Ну, они сейчас на сборах находятся. Они тоже хорошие ребята, хорошо, сейчас они готовятся тоже на соревнованиях, в горах они. И это, ну, начали, я тоже недавно начал там тренером работать. Начали тренировку, я хотел, что если это дело заниматься, надо идти до конца. И я начал их хорошо тренировать, качать, бегать. И вот так довёл их до этого. Я даже, Илья говорит, всегда же наблюдаю за детьми, особенно перспективные всё. Есть взрослые гантели большие, 25 килограммов. Вот «Ислам», ещё ребята, там Каплан, Кушко, ещё Миремуков. Настолько Тамарши Окрович даёт физическую подготовку, но и функциональную тоже. Вот эти ребята, им было по 25, по 27 килограммов. Они, 25-килограммовый гантель, для них это как штанги было. Они вот так брали, вот так бицепс сделали. Вот в таком возрасте, маленьком возрасте. Ещё такой случай был, да. Да, вот уже в таком возрасте. Это, ну, иногда родители тоже смотрели тренировку. И это, ну, братские, праги, я учу их. Ну, маленький. Ну, это один родитель говорит, это старик убьёт наш детей. То есть уже 7-8 лет было, они уже такие... Ну, если так чуть-чуть травма не будет, никак не научишься. Это борьба такая. Потом они как сейчас так бросают, так вот, ничего. Это детство, а если не научишься, они потом трудно... Тренера, знаете, у Томаса Шакровича вот такая хорошая, мощная советская школа. Из-за этого ребята у него сильные и физически тоже. Ну, в греко-рибской борьбе по сравнению с вольной там ещё больше в физике преобладает. Именно в физической подготовке. Они как Гераклы подготовлены. Вот, они сильные. Поэтому, если родитель уже знает, куда приводит своего ребёнка, он должен доверять тренеру. А тренеру, конечно, он же готовит на соревнованиях детей. Там достойная тренировка, всё функционально. У него Томаса Шакровича, они жёсткие тренировки такие. А без этого никак. Ну да, мы приходили, тоже наградали. Жёсткие тренировки одной ещё и дисциплина должна быть. То, у кого дисциплина будет, я всегда говорю, вот того и достижение будет. Насчёт этого у Ислама всегда дисциплина была. И дождь идёт, снег идёт. Он никогда не пропускает тренировки. Это ещё сейчас, он сейчас после сборов чуть отдыхает. А так, после любых соревнований, он на второй день уже в зале. Этот всё, Томас Шакрович наладил вот такую систему. И она уже работает, уже плоды приносят. Ещё есть ребята, которые Россию выигрывали до 18 лет. До 21 есть, которые призёры стали. То есть процесс пошёл. Насчёт, кстати, взаимодействия с родителями. Как вообще идёт работа с ними? То есть очень от них зависит в таком возрасте, как бы тоже отмечали ранее. Ну, знаете, как мы сделаем. Пока маленьких малышей приводят, мы особо не вмешиваемся. То, что не вмешиваемся, мы с родителями сильно контакт не держим. Но когда они выросли, уже они начинают выступать на первенстве СКФО России, мы уже подключаемся, мы с родителями разговариваем, приглашаем, общаемся, работаем с ними. Потому что до этого возраста ещё много неопределённости. Непонятно, ребёнок останется или уйдёт. Что вообще, какие перспективы у него. Мы когда уже видим, что у ребёнка есть перспективы, мы специально разговариваем с родителями, что внимание должно было. Потому что от родителей очень многое зависит, как они отнесутся к тренировочному процессу, чтобы они не пропускали, чтобы на сборы отпускали. А сборы очень большую роль играют. Например, у нас есть родители, которые иногда не понимают, и куда-то к дедушке, бабушке фаул отправляют. Или там на море поехать. Когда на море куда-то пропускают сборы, а это уже, извините, уже у тебя пробелы начинаются. Пока ты отдыхаешь на море или у бабушки находишься, там твой соперник тренируется. Да, действительно, ещё такой возраст, знаете, подростковый, когда и сам ребёнок, может быть, начнёт склоняться к чему-то другому. Очень важно, мне кажется, в этот момент, особенно перспективного спортсмена, как-то настроить на более нужный лад и направить на правильное русло. Потому что всё-таки и гормоны тоже влияют, и родители могут тянуть как-то. Совершенно верно мы подметили, что нужно... Ну да, родители полдела уже большую роль играют. Понимающие родители – это очень на вес золота. Потому что сбои бывают от готовки. Терпение надо. Терпение родителей и терпение тоже спортсмена. Это борьба такой спорта сразу не получается. Это надо постепенно, лет 5-6-8, вот так что, потом дошёл до этого. Это очень много терпения надо. Некоторые родители не терпят уже, потом переводят в другой спорт. Но они не понимают, они хотят очень быстро результатов достичь. На самом деле борьба же, она же нелёгкая. Ведь спорт – это же не пианино как-то играть. Хотя там тоже какое-то усердие нужно. В любом деле нужно терпение. Терпение, ещё раз терпение. Надо ждать. Даже может быть какой-то у тебя соперник очень суперталантливым быть. Но ты за счёт терпения, трудолюбия можешь его победить. Потому что на нашем пути самое главное, у кого терпение есть. И ноги слетают с этой дистанции из-за того, что нервы сдают и у родителей, и у самих спортсменов. Поэтому на этом дистанции надо запастись терпением. Такой сложный, переломный период, наверное, происходит. Тем более сейчас ислам переходит в другую категорию до 18 лет. Я уверен, что мы с помощью Всевышнего конечно всю эту дистанцию тоже пройдём. И во взрослый спорт войдём. Самое главное войти во взрослый спорт такими здоровыми. Бывает, что спортсмен уже надломленный психологически. Уже как-то надоедает и нагрузки, и всё постоянно. Сборы, всё. В данном случае надо как-то вводить во взрослый спорт спокойно, здоровыми. Ислам, вот как вообще ты настроен дальше переходить на более взрослую категорию? Я знаю, ты уже выступал в более взрослой категории, там тоже неплохо выступил. Как вот идёт подготовка? Ну, как обычно, такая же подготовка, только ещё будет тяжелее. и ещё больше будем готовиться, в два раза ещё больше. Вот ты выступал на первенстве России в возрасте, более взрослые были ребята. Расскажи, как ты выступал, насколько сложно выступать с оппонентами, которые на пару лет старше тебя, всё равно это разница заметна. По опыту у них чуть больше, точно. Понятное дело. Ну, это какие были соревнования, кто был противником твоим? На России, да, в первенстве России, да, ты выступал когда. у меня противники были Алтай вроде бы, Москва, вот они два прям такие самые сильные были соперники для меня, Москва и Алтай. С одним 3-3 отборолся, с одним 9-9. По последнему действию я выбрал. Тамарас Шакровович, расскажите, пожалуйста, вот тоже, как подготовить ребёнка, вот ты сам, да, сейчас переходит в новую категорию, возрастную и весовую, как это всё происходит? Вот вы, как тренер, как работаете? Ну, сейчас у него уровень такой, сейчас, он должна добавить, не так, как раньше тренировала, надо чуть-чуть прибавить, чуть-чуть хорошо надо добавить, два раза больше, три раза больше, что поднимал, что качал, что бегал, это очень, очень хорошо, очень сильно надо всё заниматься, что он сейчас до 18 лет, у него ещё 15 лет, да, 15 сейчас? 15 лет. 15 лет, это разница, три года очень много зависит, вот это три года надо так заниматься, что ты больше, выше стал, у них 18 лет, сила, реакция, техника, вот это всё надо поработать, что выиграть вот эти дальнейшие соревнования. если остановиться, если труд не труд надо, трудиться надо, если не будет трудиться, ничего не будет, надо трудиться до конца, чтобы он дошёл до этого возраста, потом молодёжь, и взрослый дошёл такой уровень, что выше на взрослых уже свободно бороться, выигрывать. это от всего зависит, если в душе не будет этого, ничего не будет, надо идти вперёд до конца, добиться, если ты борешься, надо бороться до конца, пока у тебя возраст есть, потом время придёт, возраст закончится, и хороший это. Да, век спортсмена, так сказать, он короткий очень, взрослым станет, он лет 5-6 будет выступать, уже какие-то бытовые проблемы, начнутся жениться, вот это всё спортсмены, в общем, такое, поэтому это время надо использовать. Ну, редко кто, да, действительно, максимум, может, до 30 лет прям в топе бывает, даже не в топе, а в хорошей форме, а в топе уже 27-28 и дальше идёт. Организм же, это живой же организм, оно постоянно, да, форму поддерживает, всё, но на пике невозможно быть в таком возрастном периоде, хороший спортсмен, всё равно до 27 лет всё успеет, и мира, и Олимпиады, всё, а потом уже жениться. Уже, уже потом жениться, можно. Да, ну, Исламу ещё до этого далеко, самое главное, сейчас школу окончить. его хорошо любят там на сбор, сборной России всех уважают. А вот расскажи, Ислам, как тут сборной России, вот, если у тебя там друзья, вот, как тренировки проходят, всё равно, вот, разница есть, там, более большие, такие вот, тренировочные центры, вот, где это вообще происходит, сборы у тебя, чаще всего, вот, и как, вот, ты сам? В Москве, в Подмосковье. Ну, расскажи немного про сам центр. Ну, друзья, у меня там есть каждый человек, с каждым, ну, когда приезжаем, я никого так не знаю, но за 15 дней, за 20 дней можно узнать каждому, чуть поближе человека, познакомиться, можно, и вот так вот ищу там друзей, и так вот дружимся. Всё равно-таки в одном спортзале, в одном помещении тренируемся, в одном доме живём. Ислам, а как ты, вот, сам пришёл на борьбу, как ты, ну, сначала вот хотел на гимнастику пойти, вот, расскажи про свой путь, как дальше пошёл, ты вот был мальчишкой, сколько тебе было лет, 7? В 5 лет я пришёл. в 5 лет даже ты пошёл, ну, расскажи, как это было, по воспоминаниям даже больше родителей, ты вот больше... первые три года, конечно же, прям таких соревнований у меня не было, но всё равно я занимал первые, вторые места, там, на вот федеральном, северно-кавказском, занимал, там, в Кабарде, иногда первым, вторым становился, когда соревнования даже в Черкесске тоже были, первым, вторым становился, в Адыгее, тоже иногда, первым, вторым, вот так вот постоянно было. Ну, то есть у тебя прям сразу такие вот хорошие... Да, первые три года вот здесь, на Кавказе, боролся основном. А вот какие твои были самые первые серьёзные соревнования, самые такие на тот момент важные, когда это было? Ну, сколько тебе лет было? В Саратове, помнишь? Туда, когда вы приехали? В Кубок Старжиках? Да, да. Я ещё помню Архангельск. Архангельск, Саратов был. А это что были есть соревнования? В Черкесске? В Черкесске соревнования были, да. Потом ещё ездили в этот... во Владивосток. Да, во Владивосток. Дети Азии. В прошлом году. Азиатские игры, да, то, что было. Да, да. И сам выиграл. А вот как ты попал туда, вот, тоже довольно крупные соревнования там? Это соревнования, когда он боролся первым, что в России, там были оттуда тренера, а у них это каждый через три года или это проходит вот это... Раз в три года, да? Ну, что-то вроде такой олимпиады для детей. Я даже не знал, ли записали сам это. Ну, кто хорошо боролся, им понравилось. И его ещё... У меня три выбрали. Меремуков, Шанов и это... Кушков. Кушков. И втроём я повёз туда. Он хорошо там боролся, тоже выиграл. Меремуков, другой боролся, это какой-то хаскакай или какой-то японский... Это... Хабсакай. И якутская борьба какой-то вот так. Он тоже выиграл, да. А третий у нас там заболел операцией. Аппедицит у него что-то случилось. Ну, он этот вообще регион мы вообще не попадаем в Дети Азии. У нас же не азиатские. Да, да, да. Попросили... Вот эти тренеры, короче, попросили в федерацию в Москве. Они нам позвонили, чтобы за Владивосток выступили. Они за Владивосток фактически тогда выступили. Но для нас это не важно было. Для нас важно было, чтобы этот большой старт участвовать, потому что туда и Казахстан, Узбекистан, вот эти все выступали, азиатские страны выступали. Хороший все равно они были. Очень хороший. И хорошо подготовили, там все красиво и все. Ну да, тоже помню в прошлом, да, по-моему, тогда было, вот мы тоже новость выпускали об этом. даже Матч ТВ брал, вот у тебя интервью, если ты помнишь тоже. Ну, расскажите, Беслана, как сейчас вообще проводится работа в Крикоримской борьбе, тоже перечисляли фамилии, на каких соревнованиях борцы выступают? Немного об этом. Ну как, у нас кто попадает вообще в сборную России, им уже легче бывает. Их вызывают на сборы, все это самое, губленные медицинские обследования вызывают, чтобы он нормально был готов к этим сборам, к нагрузкам. Их экипируют, все это самое. А остальных ребят мы здесь уже подводим потихонечку, подругим турниром катаниях. Здесь тоже проводим. мы берем например первенство ИСКФО до 16 лет. Много раз, три раза. Три раза взяли, взяли? в следующем году до 18 лет возьмем. Почему? Потому что уже Ислам там и Миримуков, Кушков, все хорошие ребята туда переходят до 18 лет. Уже есть для чего и вообще брать. Для этого мы брали до 16 лет. Ну до 16 лет у нас и сейчас есть хорошие ребята. Там Рахим есть у нас. Это Киков Назар. Сатемира Киков Назар. Хорошие ребята есть. Мы можем в принципе и до 16 и до 18 брать. То есть просто так здесь проводить соревнования. Как-то проводишь соревнования, затраты какие-то несешь. разнесешь. Мы думаем еще нести в первенство СКФО, чтобы у нас и судейство хорошее было, и организация была. Нравится приезжать в СКФО, когда мы проводим первенство. Другие регионы с радостью приезжают, потому что зал юбилейный, он уютный такой. Три ковра у нас есть чисто соревновательные новые. Мы все задействуем и так работаем. А так самое главное работа в детском возрасте в правильный фундамент закладывать. Насчет этого Томат Шакрович хороший фундамент дает. Такие детские турниры проводим, например, первенство спортшколы проводим. Другие в честь Томата Шакровича проводим. такие турнирчики проходят здесь по округе. В Краснодарском крае, в Ставропольском, в Кабардино-Балкаре. В таких ездим тоже участвуем. То есть первенство СКФО вы в этом году уже хотите еще раз в следующем году чтобы прошло. Расскажи про поддержку семьи. Тоже немного побеседовали с твоей мамой. у тебя есть двое братьев. как пример для подражания своих братьев. Скажи как атмосфера. Болеют ли за себя мама, папа? Конечно болеют. Когда трансляция была на Европе, они смотрели. Я потом мне прислали видео, как они орали. Давай, давай. Первые твои болельщики. Вообще знаете как это сейчас вот то, что они ребята в сборную России попадают, все считается, они зацепились, да, они на зарплате, они там экипируют их. Я всегда говорю им, каждый соперник, который выходит перед тобой и борется, он готов тебе, у тебя представьте себе, что он у тебя хлеб твой забирает. В прошлом году вот у нас есть парень Кунижев, Веслан, он проиграл СКФО. Ну и я говорю тренеру, возьмите его на Россию. На Россию поехали, все, я ему уже по телефону говорю, Веслан, ты, говорю, сможешь всех выиграть. Представь себе, что у тебя твой хлеб забирает, твое благополучие, твой успех забирает, твое будущее. Ты будешь сборной России, ты будешь первые места занимать, естественно, тебя и на международные турниры будут выставлять, у тебя как-то титулы будут, там еще какие-то призовые выплачивают в таком уже взрослом возрасте. А этот человек выходит у тебя это все забирать. И он тогда Россию выиграл, первенство России до 18 лет выиграл. То есть это уже не просто как-то спорт увлечение, для них это уже профессионалы, это уже работа такая. Ну да, действительно, уже в совершеннолетнем возрасте уже будет как-то полноценная работа. Бывает такой зарплаты, например, ихни родители не получают, а эти ребята уже есть кто в таком взрослом возрасте уже получает достойную зарплату получать. Поэтому нужно вставать и идти утром на тренировку как бы тяжело ни было. Это все окупается на самом деле. Имеется ввиду хорошее вложение в себя же. Это родители когда понимают это очень хорошо. Ну да, как сейчас модно говорить инвестируй в себя, в свои знания, в свои способности. Подходит наша программа к концу и у меня традиционный вопрос. Тэмурас Шакрович, расскажите, просто, вы очень опытный тренер, что вы посоветуете вообще начинающим тренерам с такой позиции уже, можно сказать, мастера борьбы в Крикориевской? Что у меня есть молодые тренера сейчас, они мои ученики были раньше, я их воспитывал, ну, они уже привыкли вот это, как я тренирую, как надо к детям обращаться. Я советую, что терпение надо, и тренировки, и обращаться к детям хорошо. А потом уже постепенно они будут растить, будет все нормально, они станут хорошей спортсменной. Второму надо дисциплина, а потом вторую очередь тренировать, хорошую тренировку. Я желаю их счастья, радости, хорошо тренировались и показали нас хорошей революцией. Прекрасные слова. Я думаю, я желаю удачи, и Слава, желаю удачи в выступлениях на соревнованиях, на Кубке России, как мы уже упоминали. А также желаю спортивному клубу успехов и в греко-римской борьбе, и в тэквон-до. Сейчас такие хорошие моменты происходят. И в тэквон-до, я думаю, для этого нужна уже будет отдельная программа в будущем. Так что только самого всего наилучшего. А это была программа «Время спорта». Мы сегодня говорили о греко-римской борьбе. Самое главное ведите здоровый процесс жизни. С вами была Альбина Шауба. Увидимся через неделю. Редактор субтитров Корректор А.